Азербайджанские воины И трепетно водружает флаг Азербайджана над освобожденным городом Губадлы, заставила содрогнуться сердца всех. Имя бесстрашного воина Рояла Джафарова передавали из уст в уста, а потом это имя стали произносить со слезами и скорбью. Незадолго до прекращения боевых действий в боях золочин солдат погиб. Фото его похорон потрясло не меньше, чем свидетельство подвига. Презрев обычая, Фируза вдова Шехида на своих плечах вместе с родственниками и друзьями погибшего несла гроб с его телом к месту погребения. На лице молодой женщины безмерное горе, но не слезинки. Она достойно провожает в последний путь героя, сражавшегося за освобождение родной земли. Уроженец Генжи, военнослужащий сверхсрочник Роял Джафаров, с первых дней войны участвовал в боевых действиях. Сначала на Муровдаге, потом в битвах за Зангелан Джабраил. 4 ноября в схватке с врагом в Лачинском районе он пал смертью храбрых. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Пусть земля им будет пухом. Низкий им поклон и вечная слава. Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну 21 века. Впервые в 21 веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью. Как передает канал 13, об этом 23 ноября во время визита, высвобожденной от оккупации Агдам, сказал президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев. Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии обороны, но по предоставленной мне военной информации есть пять линий обороны, также эфизули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием. И Вторая Карабахская война это показала. Есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах. Будут включены военные книги. В то же время мы наращиваем боевой потенциал нашей армии, потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. У нас были шахиды. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Да не спошлет Аллах терпение их родителям. У нас есть раненые военнослужащие. Они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело. Да дарует им Аллах исцеление. Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. Уверен, что одна лишь операция по освобождению автоккупации Шуши навечно войдет в историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением. В рукопашном бою, пройдя ущелье, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха. Шушу подчеркнул глава государства. Война – динамичный процесс, и даже в самых сложных ситуациях существует возможность добиться перелома в свою пользу, если к нему стремиться. Однако, судя по тому, как подают сегодня ситуацию правящие армянские элиты, войну изначально нельзя было выиграть, ибо у Азербайджана был существенный перевес в авиатехнике и в солдатах. Об этом в интервью «Голос Армении» заявил доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета Артур Аманисян, комментируя итоги Второй Карабахской войны. По мнению армянского политолога, политическая нестабильность внутри Армении, клановость и коррупционная культура прежних и нынешних элит страны, постоянный отток населения, увлеченность политикой, комплементаризма в ущерб армяно-российским стратегическим отношениям, по-видимому, лишили руководства Российской Федерации возможности полагаться на Армении в той степени, в которой армянское общество хотело бы ожидать поддержку России. В проект госбюджета на 2021 год внесут поправки в связи с восстановлением взятых под контроль территорий. Об этом, как передает канал «Тринадцать», заявил министр финансов Азербайджанской республики Шасамир Шарифов. Глава ведомства считает, что на этих землях в первую очередь важно принять соответствующие меры безопасности. Это, по его словам, выводит на первый план обеспечение деятельности армии, пограничных войск, органов внутренних дел и прочее. На этих территориях уже начата реализация инфраструктурных проектов. В частности, идет строительство автомобильной дороги Ахмедбели, Алхалне, Физули, Шуша, сказал Самир Шарифов. Президент Илхам Алиев создал координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Как передает канал 13, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства. В документе указывается, что штаб создается с целью исполнения вопросов, вытекающих из положения заявления, подписанного президентом Азербайджана, пемьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, а также решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях республики. Руководителем штаба назначен глава администрации президента Самир Нуриев.